Так, вроде все пришли. Давайте встретим второго докладчика, это Юлия Комсова. Спасибо, всем привет. Я системная аналитика из продукта Контур-Экстерн, по которой уже Саша поминал. Я сегодня расскажу вам, как мы в Экстерн нежно относимся к нашим пользователям. Ну, сначала, что такое Экстерн? Экстерн – сервис для дачи отчетностей через интернет, различные контролирующие органы, налоговую службу, статус, социальное страхование и так далее. Несколько цифр в Экстерн. Экстерн на 18 лет в строй, это много, как вы понимаете, до этих Экстерн. У нас 800 тысяч пользователей, у нас больше полтора миллионов организаций и 100 миллионов организаций в месяц. Соответственно, какие у нас особенности? Очень высокая цена ошибки. Ну, вы же понимаете, что бухгалтеры, такие же люди, как и все остальные, они обычно отчеты сдают в последний день. И тем, как поступает в свою задачу отчетности. Если бухгалтер приходит в Экстерн в последний день, он не в ничь этого пытается сдать отчеты, потому что он не получается, если у нас какая-то ошибка возникла, то очень быстро бухгалтеров перестанет потерять нашим сервисом, перестанет потерять лояльность. Поэтому очень важно для нас не ошибаться. Очень высокая цена ошибки, мы потеряем этого пользователя. Кроме того, у нас очень сложная система. У нас, ну, понятно, 18 лет, мы что-то там ваяли, их всего очень много. Сейчас Экстерн это несколько разных команд, которые взаимодействуют между собой, и практически любую более-менее серьезную пищу разрабатывать несколько команд, и это приводит к различным сложностям промежу. Очень сложная цена. Кроме того, очень высокая конкуренция на рынке сервисов для сдачи отчетности. Сейчас уже больше десятилетия сервисов существует. Ну, и практически бывая организация, сейчас уже сдает отчетность через интернет. Новых организаций появляется не так много, поэтому нам нужно сохранять своих пользователей, нам надо, чтобы они нас любили, чтобы они не бросили нас, чтобы они ушли к нашим конкурентам. А с другой стороны, нам нужно отбивать пользователей у конкурентов, нам нужно прибегать их к себе для того, чтобы их расширять в штурменскую базу. Вот, поэтому мы должны быть лучше, чем наши конкуренты. Мы все время об этом думаем. Нам очень важно, чтобы вы вышли, но должны быть лучше. И какое-то время мы думали, что мы можем перестать ошибаться. Просто взять и перестать ошибаться. Все наши ошибки, все факапы мы всегда разбираем, у нас есть перспектива, мы извлекаем какие-то уроки из наших ошибок, мы перестраиваем наши процессы, попытаемся понять, в чём была причина ошибки и сделать так, чтобы это больше не происходило. Благосостоянно это делаем, 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 но мы всё равно продолжаем ошибаться. И в какой-то момент мы поняли, что нужно перестать отрицать вот эту возможность ошибки, нужно дать себе право ошибаться. Скорее всего, мы ошибёмся. Мы должны делать всё, чтобы не ошибиться, но нужно понимать, что вероятность того, что мы ошибёмся, есть и она будет перестать. Вот что мы можем сделать? Это мы можем сделать так, чтобы наши ошибки не были фатальными для пользователей. Мы можем что-то сделать так, чтобы пользователи не очень сильно страдали от наших ошибок. Вот об этом я сегодня буду рассказывать. Ну, для начала, почему мы говорим про фатальность ошибок для пользователей? Из-за специфики экстерна, из-за того, что это сервис из издачи отчётности, у нас есть такая вот сезонность. Раз в квартал есть большая отчётность, когда очень много пользователей приходят там, обычно последний день при издаче отчёта, очень много пользователей приходят к нам в сервис. То есть, если какая-то ошибка возникает в этот момент, то даже если мы быстро её обнаружили и быстро начали исправлять, допустим, мы начали отказывать обновление, которое вызвало эту ошибку, это всё равно занимает какое-то время. Если мы её исправим за час, за два, это недостаточно хорошо, потому что за два часа у нас уже очень большое количество пользователей столкнётся с этой проблемой, потому что просто очень много пользователей в этот день приходят в наш сейс. Поэтому мы не можем себе позволить эти ошибки. Даже ошибку, которую мы исправили за два часа, мы не можем себе позволить. это слишком плохо. Чтобы продемонстрировать, как у нас эти вот половинообразные расставят ошибки, если они происходят. Здесь у нас два графика. Это график потерянных звонков в техподдержку. То есть пользователи начинают звонить, звонить, звонить в техподдержку, потом в техподдержке переставляются и звонки теряются. И вот синее – это 2015 год, оранжевое – это 2016 год. Видите, что как только происходит какая-нибудь серьёзная проблема, резко-винообразно взлетает вот это вот количество поддельных звонков. То есть очень много пользователей могут столкнуть с этой ошибкой. Поэтому мы должны сделать всё для того, чтобы пользователи не столкнулись с ошибкой. Что мы делаем? Ну, во-первых, как я говорила, мы все наши пока разбираем, мы их заносим в ребят, подробно обсуждаем, инспектируем, объясняем, как это избежать. Но это не главное. Главное, что мы делаем следующее. Мы используем механизм feature-flag. Что такое feature-flag? Он позволяет включить какую-то новую фичу, которую мы сделали. Ну, обычно, как это обновление, в котором есть какие-то новые фичи. Вот эти новые фичи мы можем включать определенный пользователь. То есть какие-то пользователи видят новые фичи, а какие-то не видят. feature-flag позволяет включить конкретных пользователей. Ну, выглядит это так. У нас есть админка, в которой вы указываете название настройки, то есть какую фичу мы включаем, указываете список гуидов пользователей, и указываете включить и выключить. То есть feature-flag позволяет нам включить, так и выключить. Кроме этого, обычно есть глобальная настройка, которая позволяет всем включить и всем покажем. И вот взаимодействием этих настройков выделяется, будет ли эта фича включена у конкретного пользователя. Как мы используем feature-flag? Мы делаем следующее. Когда мы разрабатываем какую-то фичу, вот мы закончили разрабатывать логику фичи, мы делаем следующее. Мы осторожно и по этапам мы включаем эту фичу нашим пользователям. На первом этапе мы ее обычно никому не включаем. И вот всю ту функциональность, которую мы можем проверить без участия пользователей, мы ее проверяем. Мы ее проверяем, используя логику. КамАЗу о том, что сейчас происходит, но пользователям мы ничего не показываем. И если мы ошибемся, пользователи это не заметят. Я еще подолгия расскажу из-за меня на это дело. Дальше мы постепенно включаем нашу фичу. Сначала нескольким пользователям и проверяем, что на них не взорвалось. Если у них что-то взорвалось, мы, наверное, с помощью фичу фага отключаем эту функциональность. Если не взорвалось, тогда продолжаем дальше. Включаем еще несколько, еще несколько. Потому что понятно, что мы не можем на нескольких пользователей все возможные сценарии рассмотреть. Все пользователи. Поэтому мы включаем дальше на большее, большее, большее количество. И обычно, когда мы выбираем какую-то тестовую группу, мы, правильно с этим, запускаем эксперимент. Для того, чтобы проверить болезненности. Для нас очень важно, чтобы фича, которую мы сделали, действительно приносила пользу. Мы хотим убедиться в том, что она приносит пользу. Любая фича – это опасность. Опасность ошибки. Поэтому мы хотим быть всегда уверены в том, что фича, которую мы сделали, приносит пользу. Это почти всегда. Мы стараемся в таких случаях, когда мы не уверяем, мы стараемся проверять, что фича полезна. Выводим эксперимент. Я бы это тоже подобрался. В нескольких словах происходит следующее. Мы включаем нашу фичу в экспериментальной группе. И среди остальных фичу мы не включили, мы выбираем, на которую группу тех фичу не включили. Мы каким-то образом измеряем полезность. Какую-то метрику выбираем, которая отличается в пользу, которую мы хотим принести пользователю. И мы замеряем эту метрику в значение этой метрики, в контрольной группе и в экспериментальной группе. И пытаемся убедиться, потому что мы действительно привезли в пользу, чтобы экспериментальный группик в пользу быть выше, чем у нас. Сейчас, например, будет более понятно. И в конце концов, если все хорошо, если ничего не взорвалось, если все в порядке, то мы постепенно включаем в нашу фичу все пользы. Теперь пример. Как мы это делаем? Первый пример такой. В экстерне отчетность может поправлять не только директор, но вообще обычно отчетность нужно директор выписывать, но может подписывать ее и не директор, а кто-нибудь другой, и тогда у него должна быть доверенность от директора на право отправлять отчетную за эту организацию. И какое-то время назад в экстерне каждый раз, когда пользователь отправлял отчет, он видел такой вопрос, где вообще простой вопрос экстерне задавал, является ли руководителем такой-то организации? И ответ – да или нет. И, собственно, НАТО ответ на этот вопрос нужен для того, чтобы понять, нужно ли отправлять вместе с отчетом доверенность. Награба подписи этого отчета. И кажется, что, ну, в общем, что такого, ну, постойло, и как с пользователем несложно ответить, да? Но дело в том, что если пользователь отправляет очень много отчетов, то, ну, одна секунда на каждом отчет, это все время пользователя. А мы очень хотим, чтобы пользователь получал удовольствие, это важно, чтобы пользователю было хорошо. Вот, поэтому мы решили в какой-то момент, что мы можем сами за пользователя отвечать на этот вопрос. Но нам страшно, потому что от ответа на этот вопрос зависит, прикладывает доверенность или нет, а если мы неправильно отправим отчетность, не приложим доверенность, если она нужна, то отчетность могут не поднять. Это страшно, вполне страшно. Вот. Поэтому мы также осторожно включали эту новую фичку. Мы полностью реализовали алгоритм, который отвечает на этот вопрос. Я сейчас по этапу говорю, о которой я говорю. Мы полностью реализовали эту функциональность, которая отвечает за пользователя на этот вопрос. Но вначале мы не включили ее никакой с пользователями. Тогда как раз была марковская отчетность, это годовая отчетность, когда, по-моему, очень-очень много отчетов стоит. И каждый раз исходило следующее. Мы каждый раз по-прежнему задавали пользователю этот вопрос. И пользователь на него отвечал. Мы запоминали этот ответ. Паранельно с пользователем наш алгоритм, причем на этот вопрос. И мы сравнивали ответ нашего алгоритма и ответ пользователя. Конечно, мы думали, что наш алгоритм будет всегда отвечать так, как пользователь. И, конечно же, это было не так. Конечно, мы ошиблись. Не так часто, но в некоторых случаях наш алгоритм отвечал не так, как пользователь. Мы нашли свою ошибку. Заметьте, если бы мы включили эту функциональность пользователем, готовую уже, как мы думали, она была готова. Если бы мы ее включили пользователем, то какие-то пользователи столкнулись бы с ошибкой, возможно, мы их не поняли бы отчетность, они потеряли удовлетворение в экстернуме и вышли бы к нашему КПР. Но мы не включили ее пользователем, мы проверяли ее без участия пользователя. Мы поняли, в чем ошибка. Мы доработали наш алгоритм. Что еще хорошо, мы не стали ждать следующей большой отчетности. Мы запомнили всю эту информацию, какие были настойки в тот момент, когда пользователь отвечал вопрос и ответ пользователем. И мы, наш изменённый алгоритм, исправленный, Прогнали заново на тех же самых логах, то есть заново алгоритм отвечал на этот вопрос, и мы сравнивали с тем, что мы запомнили, как пользователь отвечал на этот вопрос. И в этот раз уже наш исправленный алгоритм всегда отвечал так же, как пользователь. Поэтому все хорошо, алгоритм работает верно, все отлично. Мы начали включать постепенно несколько пользователей, части пользователей. Эксперимент здесь мы не проводили, потому что здесь вот польза кажется очевидной. Минус один лайфбокс, минус 1 секунду, могло быть пользователем, кажется, что здесь польза очевидна. И постепенно мы включили все пользователи, включили также под фичин 2. Ну и что произошло? Конечно же, закон. По принципу отчетности оказалось, что сдаются отчеты, которые раньше сдавались. Так, циза, что-то такое специфическое. И три пользователя, я напоминаю, у нас 800 тысяч будет. Три пользователя столкнулись с ошибками. Ну, три пользователя, это тоже жалко. У нас, к счастью, есть фичерфак, и для этого мы мгновенно и отключили эту фичу. То есть всем остальным фичам было отключено. Трём пользователям, которые столкнулись с ошибками, мы отключили фичу. Но на этом мы, конечно, не остановились. Мы попытались понять, почему этих пользователей взорвалось, что в них происходит цифре, что нам удалось это понять. И мы нашли других пользователей, на которых тоже могло бы взорваться. То есть это, конечно, свойство обладает. Их оказалось 90. То есть мы на 90 пользователей в итоге выключили наш функционалист. Все остальные работали с новой фичей. Но нам удалось уберечь пользователей от ошибок. Потом мы, конечно, поняли, почему ошибка. Это работали алгоритмы, и сейчас он отключил для всех вот этот проект. Вот благодаря этому поэтапному включению мы смогли уберечь наших пользователей от нашей ошибки. Мы ошиблись, но пользователи этого политического заметят. Это очень удобный механизм для таких целей. Еще один пример такой. Изменение данных подписателей. Значит, здесь такая фишка. Ну вот я говорила про то, что иногда отчетность может отправлять не руководитель, а кто-нибудь другой. И надо сказать, кто подписывает отчетность. Кто подписан. Кто будет подписан отчетность. И тут тоже мы столкнулись с такой ситуацией. Среди наших клиентов у нас очень разнообразно есть клиенты. Есть какие-то мощные организации, а есть так называемая обслуживающая бухгалтерия. Это какая-то бухгалтерия, которая на курсовой семье бухгалтерские услуги оказывает каким-то другим отрицациям. И понятно, что обслуживающая бухгалтерия может очень много этого говорить. Очень-очень много. И вот у них оказалось, что довольно часто происходит следующее. Клиент обслуживающей бухгалтерии где-то у себя 1С обычно провел этот отчет. И приносит этот готовый отчет, XML, приносит ее обслуживающей бухгалтерии. Для того, чтобы они просто отправили этот отчет. И вот этот 1С, который приедет в этот отчет, она ничего не знает об обслуживающей бухгалтерии, которая подписывает этот отчет. Отправлять этот отчет в этот отслуживающую бухгалтерию, подписывает бухгалтерию сотрудник по доверенности. Но вот в отчете нет такой информации. И, соответственно, в экстренной бухгалтерии в соответствии от подписанта сертификант, с которым мы отправляем отчет. И возникает ошибка контроля, и этот файл нельзя отправить. Что делает отслуживающая бухгалтерия? Она либо просит клиента исправить данные у себя в отчетной системе, выгрузить заново файл, снова его выслать, снова его загружают в XT, пытаются отправить. Либо, что еще хуже, мы выяснили, что иногда рухгалтер открывает XML блокнотом, и в этой XML исправляет те места, он знает, обмедляя там 3-4 места, он надо исправить, он исправляет сам в этих местах данные. Ну, это совсем не то, что мы хотим, не тот опыт, которого мы хотим для наших пользователей, мы не хотим, чтобы пользователи торговали. Поэтому мы решили, что мы, на самом деле, XTEN-то знаем, кто будет подписывать отчет, и мы, на самом деле, можем исправлять отписантов. Но это вообще страшно, это еще страшнее, потому что мы исправляем отписантов. Мы думаем, что мы умнее чем пользователи. Ну, окей, по той же схеме мы начали это все рассказывать. Значит, сначала мы думали, что мы можем сделать так, что, если исходный отчет не проходил на Крон, то наш отчет всегда будет проходить. А главное – что, если исходный отчет на Крон проходил, то наш исходный тоже будет проходить. Мы думали, что у нас, конечно, наш алгоритм там классно работает, все случаи обогладывает, все стены её учитывают. И он всегда будет приносить пользу. Поэтому мы вначале тоже не включили никому из пользователя и отзывали его функциональность, никому из пользователя ее не включили, вы реалий на лобах. Пользователь загружал отчет, мы отправляли его на контроль. Потом мы исправляли профессанта и отправляли получившийся отчет тоже на контроль. Смотрели, сравнив результат. Оказалось, что наши украины все не так хороши, как мы думали. И иногда исходный отчет проходил в контроль, а наше исправление портило отчет, он не проходил в контроль. И мы какое-то время исправляли, исправляли алгоритм, дорабатывали, пытались добиться, чтобы вот этого не было. Потом поняли, что контроль надо просто встроить в наш алгоритм. То есть мы исправляем подписанта, потом оба файла отправляем на контроль. И только если исходный файл контроль не проходил, а наш исправленный проходит, только в этом случае мы переходим на этот исправленный файл. Благодаря этому мы не допустили. Никто использователь не заметил ничего. Мы это делали, никто это не заметил. Мы не допустили, чтобы эта ошибка была замечательной пользователя. Мы встроили как-то в алгоритме изменения данных. Окей. Ну, кажется, всё. Дальше мы включили несколько пользователей, блок фича. Всё было нормально, всё было хорошо. Благодаря этому, что мы готовы строили, всё было хорошо. И вот здесь, поскольку фича такая специфическая, страшно её делать, а польза её не вполне понятна. Действительно, минимум пользу принёсу пользу. И здесь мы проводили эксперимент. Значит, что мы сделали? Мы выделили некоторую группу пользователей, на которую было не страшно включать. И это была у нас экспериментальная группа, группа А. И выделили среди остальных контрольную группу, группу Б. Нам нужно было понять, в чём стоит пользование. Мы подумали, что если пользователь раньше загружал отчётки или приходилось его сплавлять, заново загружать. То есть польза стоит, на самом деле, в том, что уменьшается среднее количество загрузок отчёток, и тем, как его отчётки. Вот какую методику мы выбрали, для того, чтобы оценить пользу, которую он отчётки. То есть мы считали количество загрузок поделить на количество отчёток, среднее количество загрузок и тем, как его отчётки. И вот эту методику мы считали в ГЛПА, в которой включена фича, и в ГЛПА было, в которой фича не включена. Ну, мы специально тоже рассчитывали размер билов, для того, чтобы мы успели за месяц, в течение месяца проводились примерно, достигнуть статистической изначальности. Достаточное количество событий должно было произойти. Вот, нам удалось это сделать. Оказалось, что доверительные доквалы, видите, не пересекаются. То есть мы с вероятностью вот такой вот, 99-99, мы можем сказать, что в контрольной группе среднее количество загрузок перед отправкой документов, перед отправкой отчёта меньше, чем в контроле. Это значит, что наша фича действительно приносит пользу. Она уменьшает количество загрузок перед отправкой отчёта. Она экономит время пользователя. Это было для нас важно. Потому что иначе мы бы не стали такую сложную фичу дальше поддерживать. чтобы она оказалась не полезной для пользователей. После эксперимента, когда мы убедились, что фича полезна, мы на это включили все пользователи. Ну так же, покойчиво подключить флангу, но тут, к счастью, ничего не сломалось. Всё было различным. Что мы делаем после разработки? После разработки мы обязательно для каждой фича отслеживаем мета их успешности. Про это подробнее расскажет Женя Флотников в следующем докладе. Но я пару слов скажу, зачем нам нужна мета их успешности. Во-первых, мы хотим узнать, что фича не нужна. То есть мы отслеживаем, как пользователи используют нашу фичу. Реально, что она используется и верно, что она используется, как мы ожидаем. Полезно узнать, что фича не нужна, чтобы не поддерживать не полезную фичу. Полезно узнать, что фичу используют не так, как мы рассчитывали. Например, если оказывается, что её используют пользователи не из той группы, а как мы рассчитывали на массовый сегмент, используют они как оперативные, а как мы думаем. Тогда мы можем изменить направление развития наших фич, развивать их в то направлении и как она используется сейчас. Мы можем изменить своё представление о пользователе. Может оказаться, что мы, на самом деле, почти нигде не ошиблись. Мы не ошиблись на этапе аналитики, мы не ошиблись в разработке, но мы ошиблись, когда оформулировали своё представление о пользователе, на основании которого мы делали аналитику. У нас есть какая-то математическая модель пользователей. Наше представление о том, что для него хорошо, что для него плохо, и, может быть, мы ошиблись в этом. И очень полезно узнать об этом как можно раньше. Потому что чем лучше мы знаем своего пользователя, тем лучше мы делаем фичи, тем более полезной фичи мы делаем. Поэтому иногда важны эти же методы успешности, чтобы понять, что для пользователя важно не то, что мы не думали, это не важно. Кроме того, может оказаться, что всё отлично, фичу используют так, как мы предполагали, всё замечательно, всё хорошо, но в какой-то момент её перестали использовать. Ситуация изменилась, мы хотим об этом узнать. И вот сейчас, в последнее время, мы пытаемся у себя настройство стенд и так называемые продуктовые алерты. Это следующее. У нас, на самом деле, получается по каждой фиче какой-то набор меток, который мы отслеживаем. И обычно это всё отслеживать очень сложно. Смотрите на все эти графики, это сложно. Мы хотим оставлять какие-то алерты для себя на будущее. То есть, мы фичу выпустили, всё отлично, она хорошо работает. Мы хотим для себя настроить алерт, который будет зарабатывать в случае, если фичу, допустим, начали использовать на 50% меньше, чем в предыдущие месяцы. То есть, как нам нужно продукт настроить, настроить, что именно мы измеряем, количество клипов и всё что-нибудь. И получать сообщение, когда значение для меток сильно изменилось. И мы вовремя узнаем, о том, что ситуация изменилась. Кроме того, мы ещё хотим продуктового аллета использовать для всех высоких штук. В нашем случае одна из самых важных вещей – это качество отказов, которое ФНС высылает на определенные виды отчетов. И по каждому виду отчетов примерно стабильная доля отказов бывает. Но иногда она иска возрастает, когда что-то меняется. В начале года появились новые коллеги с ФНС, и очень сильно выросло количество отказов по конкретному отчетам. И вот такие вещи мы тоже хотим отслеживать с помощью аллета. То есть какое-то своё представление о том, что такое нормальная ситуация в нашей предметной области, мы как их формализуем, и потом настраиваем аллеты на то, что эта ситуация сильно изменилась. Мы хотим об этом узнать. У меня всё. Спасибо за внимание. Здравствуйте, Юля. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. Здорово пошли тестирования. Такой вопрос. Вот та выборка пользователей для тестирования фичи флага. Она автоматизирована на проценты? Какой-то рандомайзер? Или каждый раз это деляется в зависимости от кейса? Да, мы обычно... Оно, конечно, обычно рандомное. Часто бывает так, что фича, она ощуплена в определенном итоге. А мы, конечно, в другом поисках. А мы включаем пользователь в заболевку тех, кто действительно в другом поисках. Но чаще всего мы включаем случайный пользователь. Графт не старается переключать кей-кей. А сколько раз, например, при первом запуске? Здесь уже зависит от фичи. Если фича, она у нас взгляд, не очень серьезная, она не очень сильно напрягает пользователь, и то мы включаем, а потом еще достаточно, может быть, сейчас. Вот с патчем мы подписали на последний момент, изменяя его на последний вопрос в сайте, мы вначале, мы очень боялись, мы вначале включали одному, дому, 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 дому. У нас, конечно, очень маленькая, но для серьезных вещей потихонечку. Включаем. Для менее серьезных, когда кажется, ошибкой не очень сильно, а ошибкой не очень сильно, мы включаем на больше, на больше, на тысячу. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Очень интересный доклад. У меня вопрос такой. Получается, перед тем, как спускать разработку какую-то фичу, это же довольно-таки дорогое удовольствие, мне кажется. Вы не проверяете свои гипотезы, не фичи на реальных пользователях, не забираете какую-то фокус, какую-то там допустим. Да, у нас... Мы же, как я, все договоры, призумеетели. Вот Женя... Да, будет. Да, вот Женя расскажет как раз очень много об этом, как мы проверяем его разработке. Конечно, мы проверяем. Конечно, это так. И лучше всего проверять его разработку, но все равно мы ошибаемся. Мы пытаемся подробно на него состоять. Изубийцы тестирования проводим там, все такое, смотрим данные, как пользователи сейчас работают в нашей системе, сценарий, все такое, но все равно мы можем ошибиться. Потому что очень много разных сценарий. Спасибо большое за доклад. Очень интересный. У меня вопрос, на самом деле, очень сильно связан с предыдущим. Вот по поводу ваших этапов. Вот на этих этапах. Вы собираете обратную связь от тех пользователей, которые включили уже фичи? Да. Мы, когда включаем фичи, мы стараемся прямо и явно, не просто дать, не просто интересоваться их в этой связи, а прямо под толкнули их оставить какую-то обратную связь. У нас в Аттоксе можно на разных страничках встраивать в главную связь, куда пользователь может отсидеть свой антипальный читалей и написать, какой-то свой комментарий. Мы всегда делаем это много различных. Кроме того, мы людей, которые выкатили и пользователи, мы обзваниваем этих людей, спрашиваем, что вам понравилось, что вы еще хотели отправить. Конечно, в главную связь мы всегда включаем. На каком этапе? То есть, если вы, допустим, выкатили на нескольких пользователей, на нескольких пользователей, то есть, вы будете собирать данные для вашего сдачи? А мы сначала включаем на совсем небольшое количество пользователей, потому что клавишки не взрываются. Потом же, когда включаем на группу побольше, тогда уже собираем главную связь, прямо двоим людям и пишем, как восстанавливаться. Спасибо большое. Привет. Здесь. Спасибо большое за выклад. Очень интересно было подступать про то, что вы сначала используете и стектируете фичи. Вот. И вопрос как раз об этом. Как вы объединяете, что, ну, понятно, как вы объединяете, что фичу можно допускать? Если какой-то процент успешным действием, 90% допускает фичу, или добиваетесь 100%? И второй вопрос, даже нет. Второй вопрос. Кто принимает решение о запуске? И третий. Смотритесь только логики, для того, есть какие-то графики, вы видите, все, пик прошел, выходит, мы можем упускать еще дальше на пользу фичи. Я пытаюсь запомнить святые. Значит, во-первых, кто принимает решение о запуске, у нас аналитики являются фичи видом, то есть аналитики принимают решение о том, что происходит с фичей. Включать. Включать. Кому. Насколько. И так далее. Все эти решения принимает аналитик. Теперь. Первый вопрос. Если, допустим, вы всегда 100% можем запомнить, если... Это, опять же, зависит от фичи. Но понятно, что не все вещи можно проверить на логах. Вот изменение подписанта, например, можно было проверить на логах 100%. И здесь, конечно, если мы можем прямо 100% уверенность достичь, мы пытаемся достичь 100% уверенность. Иногда бывают такие фичи, в которых мы не можем 100% уверенность. На логах не все можно проверить. Вот мы, например, сейчас какие-то преобразования делаем с отчетами. И мы сравниваем то, что мы сделали с отчетами с теми отчетами, которые отправили пользователю. И мы смотрим, совпадают ли линии значения тоже без участия пользователя. Но мы не уверены в том, что мы ошиблись, если не совпадают значения. Поэтому здесь уже мы не будем 100% убиваться, а мы просто какие-то основные совпадения изучаем, а остальное мы считаем, что это какие-то особенности поведения пользуются. Когда вы здесь ставили вопрос, то есть на ощущениях вы принимаете решение выпускать или нет? Ну, я думаю, вот эти ощущения, они зависят от того, насколько нам кажется, что здесь можно пробеять. То есть если мы видим, что вот как в случае с патчингом стопроцентно должно быть, здесь проходит контроль, здесь проходит контроль, здесь мы достигаем стопроцентной уверенности. В случае с отчетом мы знаем, что есть какие-то вариации в отчетах, которые не влияют на то, принимает ли их налоговое. И здесь мы можем себе позволить какие-то распространения. То есть здесь мы можем... Это операция на наше представление о предметной области. Окей, ну и третье вопрос, только повторю. Это как-то рвется на графике? То есть вы, срок, это среди удобно показывать в интерфессии? Ну, тоже зависит от... В основном, да, мы на графиках это смотрим. А если вы? Юлия, спасибо за вопрос, спасибо за доклад. У меня зовут Кикор Борюшко, СТЭК-АйТи. У меня такой вопрос. Вы когда вы выкладываете новые фичи, как вы обучаете пользователей? Зависит от фичи. Некоторые фичи, они вообще как-то не видны пользователям, там, соответственно, мы ничего не обучаем, это изменение данного пациента. Если это фича, которая требует участия пользователя, то часто мы делаем тизер, дуэк-эк-эк-эк-эк-эк-эк-эк-эк-делэ. Иногда, если это совсем новая функциональность, когда вы видите просто ее в горе и на пользователе, то прямо позвоним и обсуждаем все, да, и прямо они при нас, и пользуются, и так далее. Но в основном это тизеры, какие-то куманы в экстерне, то есть, когда пользователь заходит в экстерн, выявляет, и вот это обучает его, проводит снова функциональность. А есть какая-то статистика по, скажем, как невнимательности пользователей вот этим обучающим материалом? То есть, сколько пользователей проигнорировали обучающий материал и позвонили в тех, поддержку, сформулировать, что это такое, у них все поменялось. Я не знаю твоей статистики, но по моим ощущениям, этот процесс очень важен. Потому что, когда мы хотели на всякое изобретение, мы постоянно сталкивались с людьми, которые были не в классе, что представить, что это, как мы знаем, с какой там же того существует. И часто бывает еще так, что приходит в бухгалтерию, там 10 бухгалтеров собираются, и один из них что-то знает, а остальные не знают. И он даже с ними не поделился. Это важная информация, что я скажу. То есть, очень часто пользователи все равно не знают. И мы их конечно пытаемся. Но какие вы методы с проблемой обучаемости пользователей? Ну, стратегия, может быть, у вас уже какая-то есть? Я бы сказала, что у нас есть по этой стратегии. Мы пытаемся делать наши клоны с односторонными навязчивыми, чтобы пользователей не закрывалов. С другой стороны, то есть у нас есть этот интервал, потому что пациентам показывается разным ходом. С другой стороны, мы пытаемся формулевки делать более емкие, чтобы пользователей лучше это понимал. Но я бы не сказала, что мы так сильно в этом ходили. После доклада мы еще подойдем. Спасибо большое. Спасибо большое. Скажите, всегда интересно послушать про таких, которые работают с гос-орбинами. Скажите, какая у вас была самая яркая ваша поступка? Может быть, у нас все было потратное. Какие уроки вы извлекли, как вы ее отработали? Может быть, у вас какой-то реклиент ушел из-за этого? Очень интересно было бы, если так. Ну, расскажите вообще, я в конченции вижу, в большинстве. Я очень давно работала в стердии, я могу переделиться в двумя случаях, которые у нас происходили в последний момент. У нас в стердии, то есть если выводить так, у нас в стайле, то есть ты бы ему будешь, то должен написать ФНС, ФСС, что-то еще. И, собственно, это было основное, с чем работает пользователь. Он кликает на этот тарик ФНС, чтобы там хоть отчет заполнить и так далее. И в какой-то момент тарик вообще пропал. Так что пользователь не мог нажать на эти тарики. То ли они пропали, то ли они стали недоступными. Почему? Поископила такая фигня. Это было большая проблема. Черт, выяснилось, что это какая-то очень кривиальная, техническая фигня, связанная с тем, что какой-то хэш, который мы использовали, показалось, что значения хэша совпадали, а они не должны были совпадать, а они не пересовывали, то, что должны были пересовывать. В общем, очень сложно было с этим разбираться, и, конечно, большое количество пользователей это относило, но мы должны быстро разговаривать. Мы еще что-то делаем. У нас почему сложно это? Мы в случае, когда вот такой факт случается, и мы не можем разограться, но мы часто откатываем несколько последних на время, скорее всего, это не заменим. Вот, после этого занимается какой-то время. И, ну, в общем, чаще всего дается все это дело, а потом уже разограться, потому что произошло. Вот, там, да, пользователь пришел, когда они могли нажать. Что и бывает. Кто не ушел? М? Кто не ушел? Кто не ушел? Ну, поскольку мы знаем, нет. Поэтому. Вот, а вот слип-клиентами, один из них клиентов, у них, оказывается, существовали опыты, которые не знали, опыты, которые нажимают на кнопки в экстерд. А мы поменяли, мы добавили обладную связь на чуток с твоим чутоком. Там поменялись, расположение элементов поменялось, они прямо на профессии. и они, соответственно, начали обладать в экстерд. Это была проблема, мы с удивлением узнали, что все равно работает в экстерд. Еще один портфель пользователь. Ну, отбожай, Ирюш. Так, ну, теперь точно все. Это у последнего ТОС. 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 ТОС.